Утро доброе начинается с кофе у Зинки. Кстати, всем рекомендую кофейню Венк Рик. Здесь самая лучшая барменша, Зинка. Вот, она может и налить, и станцевать даже, да всё что хочешь. Вот, как только выпил кофе, сразу аж взбодрился. На часах у нас 6.41, 21 октября. И у нас, друзья, продолжаются работы. На карте Эльм Крик. В общем, помните, на прошлом стриме по этой карте мы активно начали всё продавать. Короче говоря, ярмарка у нас была. Ну, и я принял контракт на свеклу. Вот, собственно говоря, это та самая техника, которая с контракта. Я свеклу убрал, я контракт не принимал. Вот, я немножко подождал. Вот, после окончания контракта хотел, так скажем, да уж... Ну, короче говоря, хотел принять контракт на ваших глазах. То есть, закончить его, чтобы вы увидели, сколько мне денежек капнет. Вот, у нас даже осталось... Нам даже подарили 37 тонн щепы. Ой, щепы, свеклы дали. Вот, ну и тут мне человек, который давал нам этот контракт, говорит, «Слушай, я тебе дам эту технику, вот, ты можешь ей пользоваться сколько хочешь, вот. Но денег, к сожалению, я тебе не дам. То есть, технику вот такую замечательную оставил, которая стоит миллиарды, миллионы, ладно. Вот, но денег не дал. Я согласился, и вот у меня техника в собственности. Вот. Ну, как, друзья, в собственности? Не в собственности. Вот. Если честно, по правде, то это забаговался контракт. То есть, видите, у меня по контракту ничего нет. Техники у меня в аренде, ну, в собственности тоже нет. Уборочная машина ноль. Вот. И по грузовым тоже ноль. И в аренде у меня тоже пусто. То есть, это такой глюк-бак. Ну, будем считать, что нам дали, как бы, якобы, попользоваться данной техникой. Вот. Хотя мы, походу, на ней пользоваться ей не можем, да? Вот такая техника. Мне нравится. Вот. Я в любом случае, если и буду брать, то это вот такой ман. Он довольно хорош. Вот. Быстро катается. Но не об этом я хотел поговорить. А о том, что сегодня мы, наконец-то, наверное, скорее всего, закончим ярмарк. Так как я принял еще на одном поле контракт за 23 тысячи, видите, 71-ое поле, как всегда, нам надо его скосить. 71-ое поле. Так. Курсплей. Иди. Может, кстати, это еще и за курсплей обогануться. Я не знаю. Вот. Принял я, значит, контракт на 71-ом поле. Вот он. Нам надо... Я затюковал все туки. Вот. Осталось нам только их упаковать. И все. И будет все зашибись. Вот. И также я хотел сегодня продать хлеб. Вот. Видите, у нас хлеба очень много. Хлеб-то бетон. Так. Пышный какой. Сочный. Так. Вот. Бетон включил. Вот. Представляете. Такой пышный источный хлеб. Свой. Домашний. Вот. Так. Ладно. Давайте узнаем, почему стоит хлеб. Вообще, стоит ли нам сейчас его продавать. Хлеб. Johnson's Farmers Market. Растет цена. Давайте сгоняем, продадим. Всего ждать. Также мука у нас вот есть. Поехали. Сгоняем, продадим хлеб. Так. Вот. Также вы помните, что мы отвозили тогда свеклу и все остальное на Johnson's Farmers Market. Наверное, тот, кто владеет этим магазином, рестораном, так скажем, маркетом, очень сильно рад. Так как мы туда привезли, я, наверное, привез туда свеклы. Ну, не знаю. Тон 200 или по 300 даже туда привез. Я уж точно не знаю, сколько тонн я туда вбукал. Но точно не сотку тонн. Больше сутки. Что мы туда привезли. Так, секунду. Так, продолжаем. Подступил у меня срочный звонок. Надо было ответить. Вот. Продолжаем работу. Так. Ну, короче, отвозим все на Johnson's Farmers Market. И, друзья, я думаю, нам надо побыстрее ускоряться как-то с этим всем делом. Так. Так. Поддоны. Включить. Ускоряться с этим всем делом, так как у нас скоро выходит новая DLC. Так. Play. Вот, здесь и все. Ага, там еще два хлеба. Все, 10 тонн. Это примерно 10,5 тысяч. И там мы сейчас получим. Вот. Возможно, мы сможем от той техники избавиться. Да, отойдем немножко от нашего сюжета. Вот. Потому что та техника, она, так скажем, она есть и все. Вот. То есть, ее у нас типа в собственности нет, но она у нас. Вот такой вот, друзья, интересный баг. Я не знаю, что насчет этого бага сказать. Вот. Ну, посмотрим. Возможно, это ошибка. По ошибке нам эту технику дали, да? Так скажем. Не переоформили на нас. Просто дали и все. Вот. Мне, чтобы вы понимали, никаких документов, никакой страховки, ничего абсолютно мне не предъявляли. Не предъявляли. Просто вот, на, это тебе и все. Вот. Ничего даже не подписывал. Ну, это, друзья, странно, я думаю. Надо будет с этим делом разобраться. Что это за бред? Ну, это ж бред целой кобылы. Ей-богу. Могли бы уже, хотя бы, легально это сделать. Так у меня нет. Только пакал на этой свекле. Ну. Да. Надо сказать, бред. Зато у нас есть охранительная техника, которая стоит дороже всякой свеклы. Я только узнаю, как нам ее, так скажем, легально держать. Потому что могут прийти люди и сказать, слушай, а мы там у тебя слышали, что у тебя нелегальная техника. Вот. Есть. Нелегальная. Так ты ее своровал, получает. Такое было. Без документов это кража. Если у тебя нет документов на машину или же на технику, то считай, это кража. 16 тысяч, друзья. А 16 тысяч мы с вами получили. Это здорово. Это здорово. Это здорово. Это здорово. Мы с вами 16 тысяч заработали. Вот. Итого у нас 80 тысяч. У нас все про все у нас 80, друзья, тысяч. Прекрасно. И это мы полностью все продали. Хотя нет, не все, так сказать. У нас там, походу, еще что-то есть. На складе надо опьянуть. Ну и, в принципе, ждем... Что ждем? Ждем зиму. Вот. Зимой уже начнем здесь что-то работать. Я еще, наверное, серию где-то 25 октября запишу. Запишу. Вот. И все. Вот. Потому что работы реально пока что нет. Мы с вами, друзья, все продали. Осталось только контракт завершить. И все. Вот. Ну и... В целом могу, так сказать, объявлять, что ярмарка закрыта. Я еще, друзья, конечно, попробую что-то сделать с той техникой. Возможно, ее продали. Как? Давайте, друзья, попробуем ее реально продать. Вручную. Потому что... Ну, может. Я не считаю, что это, друзья, читерство. Так как это... Бак. Ну, вот. Медобак. Давайте попробуем продать технику. Вот эту вот. Вот. Если же она продается... Ну, что... Напишите, друзья, в комментариях. Если я бы не продавал такую маму... Давайте... Вот такой, видите, хороший, прям. Быстро ездит, тем более прицеп, то такой. Ну, попробуем себе продать. Если нет, то нет. Красить, починить, устроить. Так как, то есть, мы с вами ничего не можем и всеми делом сделать. Хорошо. Значит, у нас, типа, будет эта техника. Знаете ли вы, как на некоторых картах... Есть техника, которая... Она не в собственности, и вы можете на неё садиться. Вот. Например, чаще всего это погрузчики, перегрузчики и так далее. Что-то наподобие и здесь вот. Да, конечно, такая техника или нет. Надо уточнить. Возможно, это ошибка. Что нам попала такая техника в руки. Так, что-то по зеркалам. Ну, окей. Так. Ещё нам надо, друзья, с вами будет... Делая, покосить, ведь где траву у нас на... Так, у нас... Уж запутывается. 46-е, 49-е и какое-то поле. Ага. 45-е у нас трава. Давайте посмотрим. Вот. Ну, здесь, на этих двух полях трава созрела. Это отлично, что она созрела. Просто супер. Она на этом тоже созрела. Также у нас, друзья, с вами есть овчарня. Вот. У нас здесь такое овцеводство, так скажем. Вот. И у нас есть... Где есть у нас 435 тысяч кредит. 430 уже. Будем 5 тысяч, будем выплачивать кредит, так как... Так как, друзья, кредита очень много, и я этому, вы знаете, как-то не радуюсь, что кредита очень много. Вот, всё. А эти два поля у нас до весны. Вот. А точнее... До... 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 Когда у нас сеются суевые бобы. До апреля месяца у нас эти два поля. Вот это и 42 поля, 42 и 43 у нас отдыхают, друзья. Отдыхают. Вот. То есть мы на них сеять ничего не будем. Пускай поля отдыхают. Вот. Так как мы планируем на них посеять суевые бобы. Вот. И на суевых бобах, я думаю, мы с вами и разбогатеем. Вот. Вот то поле у нас уже посеяно. Сосеяние. Давайте сейчас покажу вам. Вот. Тут уже исходы, видите. Ячменька растёт. Дарник. Малый полойник. Ну, это полойникам всё. Войтись и будет замечательно. Красота. Так. Красота, друзья. Все поля уже почти убраны. По контракту у нас с тюковами, тюковами, прополка. Вот прополка-то такое. Эвили. Заказчатся Эвили. Здесь он стоит. Здесь у нас работает. Клубника 7 тонн. Клубника полно. Вот. И будем, друзья, постепенно эту карту завершать. Так. Если что, это нет. Вы ничего не видели и ничего не знаете. А всё так и было. Вот. И будем эту карту заканчивать. Едем мы её завершим до выходного DLC. Да, там, премиум эдишн выходит. Я его обязательно приобрету. Вот. Скоро. А на этом, друзья, всё. Кстати, наша новая сёдочка. Вот. Я буду продолжать работать на контракте. Чего у нас здесь? Здесь у нас мёд. Ну, пускай мёртв будет, я думаю. Хм. Так, бросил, хорошо. Ха-ха. Ладно. Так. Закрываем. Давайте комбайны мы сейчас помоем. Вот. И вот эту нашу ропа помоем. Вот. И поставим комбайн этот на место. Наш, врунтир. Заводим. Так. Давай, поехали. Немножко через поле, так скажем, срежем. И я думаю, где-то здесь мы с вами поставим жатку для комбайна. Я думаю, что срежем будет мешать. Вот. Как раз возле конец поставим. Надеюсь, комбайн сюда влезет. Влезет. Почему не влезет? Влез. Все, друзья. Вот так комбайн наш с вами стоит. Как закрывается. Закрывается нефигенно. Здесь мы с вами и будем проводить его комбайна нашего. Даже легко залезть. К комбайну. Вот. Ну, будем потихоньку готовиться к зиме, друзья. Жаточку здесь мы оставили, поставили. Думаю, ничего с ней, надеюсь, не случится с жаткой. Она хорошо поработала. Кстати, возможно, комбайн надо починить. Кстати, да. Давайте мы комбайн починим. Куда мы его загнали уже? А давайте ежатку почина. Загнал комбайн один. Весь сломан. Надо все, друзья, будет починить. Вот. Называется, загнал комбайн. Отдыхать. Да, весь. Мечинины, не обслуживая. Да, не обслуживая, точнее. Поехали. В этом году Джельдир прям хороший свет показал. Поработал. Давайте сейчас мы его починим. Сегодня у нас типа обслуживание нашей техники. Мне писали в комментариях, поменяй комбайн, поменяй комбайн. Да, друзья, у нас пока что этот комбайн не устраивает. Потом, если что, поменяйте. Так. Починить 13 тысяч. Да, вот. Перекрасим 29. Починить тысяч. Работаем. Ну, а то, друзья, конечно, да. Ну, что, пенить все равно, друзья, надо. Соберево, как говорили. Что-то починили. Сейчас давайте немножко его заправим. Вот. И все, и до следующего года. Комбайн может отдыхать. Нет. 13, друзья, тысячи, это, конечно... Это, конечно, же... Ну, я что-то... Я думаю, мы давайте уже сначала сжатку поставим, а потом уже подзаправим комбайн. Я думаю, может, тут сжатку поставим, а потом уже подзаправим комбайн. Я думаю, может, хоть сжатку поставить, а? Здесь ставить сжатку не вариант. Здесь ставить сжатку не вариант. Все, поехали. Все, поехали, заправимся. Все, поехали, заправимся. 509 евро у нас уже на топливо. Хорошо. Так, немножко мы по травке проверим. Я думаю, ничего страшного. Тем более, это трава. Это трава. Так, немножко застрял. Ну всё, комбайн теперь полностью, друзья, обслуженный, официально. Всё, топливо есть, состояние 100, жатко тоже. Всё, как новенькое. Ну всё, друзья. Вот, говорю, ну всё. Ну что ж, друзья, на этом мы будем с вами заканчивать. Я пойду узнавать, в чём дело с этими двумя. Мне, конечно, я не против, что у нас такая охренительная крутая техника. Но как бы было, мне, наверное, приятно эту технику видеть у себя в собственности. Техника реальный сочёт. Всё детализировано, каждая трубочка, каждая... Каждый ножик, всё так. Да. Зачёт, в общем, а не техника. В общем, друзья, пишите комментарии по поводу этой техники, что это может быть за баг. Итак, вот, встретимся с вами в следующей серии. Я начну уже, пожалуй, подкатить трассу. Вот. И на этом всё, друзья. Всем удачи, всем спасибо и всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok